Можно я сегодня своим помидором похвастаюсь? Только прошу не смеяться. Я, конечно, понимаю, что у нормальных огородников в теплицах нормальные помидоры растут. Но вот это вот с северо-запад Ленобласти, мы недалеко от Выборга, в открытом грунте, 24 августа. Я бы вообще никогда не поверила, что у нас можно помидоры в открытом грунте вырастить. Но вот такое было лето. Я, к сожалению, в помидорах вообще ничего не понимаю. Даже не знала, как его подкармливать, как чего. В самом конце мая веточку помидорную посадила в ящик. Глядите, что поперла. Но он, правда, у меня сначала сгорел на солнце, я думаю, что все. Потом восстановился, с такими узенькими-узенькими листьями адаптировался к солнцу. Потом начал жировать. Как он жировал, это я раньше показывала. Ну, пришлось это жирование жестокой стрижкой остановить. Соцветий 20 обстригла. Вот. И там вот еще вот есть, а. Еще есть. Такой смешной формы некоторой. Вообще, правильная форма этого сорта вот такая. Это называется розовый виконт. Ну, а что мы тут имеем, это обхохочешься. Не, ну а что? Сейчас еще часть этого помидорного куста покажу. А это продолжение. Потому что посадила я, конечно, не одну веточку. Опять. Этому повезло больше. Он в тени под березкой. В рост пошел немного позже. Ну, тут так, ну, не знаю. Вот так вот. Вот еще. Это все от него же веточки. От одного куста, который, кстати, продолжает у нас в городе чахнуть на подоконнике. Ну, здесь поменьше. Вот. А вот эта веточка, она уже ничего не успеет дать. Поэтому я тут цветки обрывать не стала. Пускай бесится. Так. Для красоты. Вот. Вот такие дела. Все. Боюсь, что его фитофтора сожрет. Но в этом году, похоже, фитофтора придет поздно. Но думаю, что лучше их уже, конечно, снять. А то однажды утром проснешься, а все помидоры черные. Спасибо.